Добрый вечер! 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 Кубани и заключил с Татьяной полноценный контракт, куда вместе с волейболисткой вернулся ее супруг Федор Кузин. Он, кстати, сопровождает свою вторую половинку на протяжении последних пяти лет, где бы она ни играла. В «Динамо-Краснодар» он помощник главного тренера. Он пожертвовал своей какой-то карьерой, потому что он работал вообще в мужском волейболе, и чтобы нам быть вместе, он перешел в женский. В этом, конечно, тяжело, но сейчас стереотип сложился, как он идет за Таней. Но это неправильно, он в своей сфере очень хороший специалист. В клубном волейболе Кошелева выиграла практически все, что только возможно. Трижды чемпионат России, четыре раза Кубок страны и один раз ЕКВ, также серебро Лиги чемпионов. На уровне сборных побеждала на чемпионатах мира и Европы. А из личных успехов Татьяна была признана лучшим нападающим чемпионатом мира 2010, а также МВП чемпионата Европы 2013 и Кубка ЕКВ этого года. Не буду врать, будет приятно получить МВП. Но когда мы выберем команды, я точно игрок командный, точно не единоличница какая-то и никогда не поменяю приз личный на командный. Всегда выберу команду. Я говорю искренне. А вот что Татьяна выберет дальше, продолжит ли играть в Краснодарском Динамо или перейдет в другой клуб, пока не ясно. Волейболистка уверяет, что здесь, на Кубани, ей нравится все. Однако, по ее же словам, вперед забегать не стоит. Не стоит скошливо и прощаться. Как минимум за один трофей с бело-голубыми она еще поборется за майский клубный чемпионат мира. Асланбек Бадаев, Кубань, 24. За наших девчонок это местные сочинские спортсменки Мария Шарапова и Елена Веснина, а также Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова. За Германию в полуфинале соревнований сыграют Андреа Петкович, Анжелика Керберг, Сабина Лисицкий и Юлия Георгес. К теннису сегодня, кстати, еще вернемся, только к теннису уже настольным. А пока о хоккее предлагаю поговорить. Отпуск отпуском, но интересы и любовь болельщиков поддерживать необходимо. Кубань, несмотря на то, что сезон давным-давно завершила, решила встретиться со своими поклонниками. В эту субботу на территории одного из торгово-развлекательных центров Краснодара состоится праздник с участием краснодарской команды. В программе просмотр матча финальной серии Кубка Братины, боулинг и само собой общение с хоккеистами. Болельщики смогут задать вопросы тем, кого они поддерживали на трибунах Ледова в течение всего сезона. А вот как нужно команду поддерживать, показали болельщики хоккейной Сибири. Сегодня поклонники коллектива были занесены в Книгу рекордов России за фантастический флешмоб под названием «Стань снеговиком». Акция прошла в конце февраля перед первым матчем плей-офф Кубка Гагарина против Челябинского трактора. Клуб подготовил специальные маски каждому, кто пришел на арену. В итоге, изучив материалы, представители Книги рекордов страны зафиксировали цифру 4005 человек. Это самое большое количество болельщиков в масках на хоккейных встречах. Задумка организаторов удалась. Антураж впечатлил, не впечатлила в той битве только команда, проигрыш 1-4. Однако в серии сибиряки все-таки победили. Проносированный мною чуть ранее настольный теннис на очереди и традиционная рубрика спортивных фактов «Герой недели» это Вячеслав Кривошеев, бронзовый призер Всемирной Казанской универсиады. Тогда, в 2013-м, Вячеслав стал третьим в командном зачете. Уступили россияне китайцам и японцам. Сегодня наш герой порассуждает, почему Азия, а конкретно Китай, царствует в мировом настольном теннисе. Приведу такой пример. Допустим, настольный теннис и хоккей сравнить. Что, китайцы, ну мы предрасположены к хоккейу и канаду, а китайцы мы предрасположены. И к теннису также взять. Они предрасположены, и мы не предрасположены. Конечно же нет, это же не так. Потому что у нас есть школа, очень сильная школа хоккея. В Китае этой школы нет, они где умеют играть. Там есть очень сильная школа тенниса настольного, есть институты. Там все работают на теннис, ну очень много народов. Конечно, и там развитие есть, но самое главное – это школы. В институтах, я думаю, что разрабатывают специальные методики. Считаю, что есть хорошая школа, есть, там много работают они. Ну много работают, возможно, можно работать и в другой стране. Не буду, не хочу никого оскорблять просто. Я не могу привезти, которые в Африке могут много работать. Но толку от этого не будет. А в Китае будет толк. Я считаю, что все школа и никаких особенностей у них нет. Просто, во-первых, там и население, конечно, побольше. И есть из кого выбирать. Наши на таланте, я думаю, просто выезжают. Знакомиться с Вячеславом и его видом спорта продолжим завтра. И кроме тенниса, конечно же, будет о чем поговорить. Ну а пока – пока. Субтитры создавал DimaTorzok